Добрый день, уважаемые коллеги! Ваш мимонт представляется как по схеме, которая принадлежит на слайде. Итак, начнем. Атмосферная волна представляет собой особый вид волновых движений, устойчиво стать статифицированной атмосферой, выникающей на суше и надбодренными пространствами. Поэтому волновые процессы могут тренироваться на высотах, начиная от поземного строя и до термосферы. Трениционными методами их регистрации являются акустическое, безданное и радиоактивационное контирование, которое обеспечивает противоказное, но достаточно глядное обведение за данными лентиноксоши. Над поверхностью мирового океана инцептивный атмосферный фон носит достаточно глубокий эпизодических акций, является воздействительным результатом других исследований. Афетия космической съемки в последнее время позволяет исследовать волновые процессы отличной природы. на спутниковых снимках, представляющих видимом диапазоне, у нас видимо ряды кваден, поаленых полос, которые собой и представляют наши атмосферные внутренние волны. Эти волны могут быть протяженностью до нескольких километров и с различной высотой, ориентированной по направлению их распространения. Можете прочитать? Незаправленные глядные наблюдения массивных внутренних волны над различными глядами планеты, их комплексная приметизация выполнена лишь для нескольких эпизодов наблюдения, особенно над водной поверхностью. В первую очередь, это связано с рассложностью их детектирования, из-за непостоянства структуры их сигнатуры, ориентации пространства, времени жизни, балловочисти и так далее. Второй причиной является редкая приборная сеть. С третьим фактом является отсутствие единого подхода к параметризации атмосферных внутренних волны и их появлению, также сапорствующим программным обеспечением. Поэтому известны некоторые условия для генерации наличия устойчивой квалификации, температурная инверсия и присутствия источных причин на ближнем уровне. На данном слайде объявлены регионы движения атмосферных, аэрографических волны и атмосферных инфекционных волны. Можно ли? Остановлены механизмы принять атмосферных внутренних волны. Аэрографические волны связаны с натиканием теплых воздушных масс на П5 и последующим их поднятием до слоя инверсии. Блока образуются в процессе конденсации лаги, приостывания теплого воздуха. Нарежим охлажденного воздушного масса, опускать вниз до П5 и встречать с теплым воздухом, что приводит к возниканию захваченных колебаний. Еще один причин на возникновение аэрографических волны является перемешивание теплых воздушных масс над Кащем, поднимающихся вверх, более крутой стороны П5 до П5. На сайте появился типичный пример возникновения волн на акулийских островах. Можно следующее? Процесс обознавания атмосферных инвестиционных волны не изучен. Одно предназначено, что подняется такого рода волны, необходимое наличие низких и тонких слоев, но от воздуха с совершенно одинаковым параметром. Незначительное улучшение их равновесного состояния приводится к появлению колебательных движений и, по мере увеличения притода сохраняющихся колебаний на дыме фон, начинается с инвестиция блака с последующим отзыванием облака. Поэтому уже существующая облачность под воздействием атмосферной волны начинает ей поглощаться. На сайте, как раз, например, возникновение такой волны, возле аэрористской полоски. Сходя из сказанного, целью данной работы является разработка методов и алгоритмов становления фонтези карноферных внутренних лон и их седнотурно основной спутников данных и результаты эрологического заделания. На данном слайде придется пример спутников Сеника Моди с побежи аэрористской полоски О-23 апреля 2009 года. В целом, предлагаемое восстановление характеристики атмосферных волнов можно залить на геометрические и физические. Первый из них определяется по облачным появлению волновых процессов на основе тока спутников данных в видимом диапазоне спектра. Стараясь по увеличению не только спутников данных, но и данных аэрологических наблюдений. Также вывлекаются данные и подсылающие поверхности и нескольких вязков в местной комнате. Могу подсчитать. Для определения площади сигнатур на святых волнов очерчивается ее контур и на основе данных геофривязки выделяется направляющие данные волны и определяется график якости значения пиксель, график значения якости и полячи, которые позволяют выделить, оценить длину волны так, что учено и количество полос. Для вычислений радиусов квазиправлельных полос существует два метода. Первый из них это когда мы представляем нашу полосу как некоторый ряд никто другой произведен на наход и мы в сторону полей и бетикулярные линии, которые у нас пресекаются в одной точке это у нас будет радиусом наших квазиправлельных полос. А второй мы определяем нашу, наш радиус на основе того, что мы с тобой обменяем. Какой здесь мы здесь поменяем уже применяем математические методы и вычисляем наш мы здесь используем уже дефекцируемые значения наших квазиправлельных полос. Итак, мы видим, что у нас получает несколько различных значений, когда мы вычисляем наш радиус, но построение валюты позволяет сократить область и мы можем уже определить, откуда исходит, где начинается наша наша радиус. Ведем к ней к физическим характеристикам атмосферных полос и памятных окружающихся дыр. Сначала мы озвучиваем характеристики облаков и меущих натулованных процессов. В первом деле мы определяем тип облачности, который поможет остановить процесс в восходящей стреме атмосферы, создающей поверхность. Для классификации облаков мы используем уже разработанный наимающий алгоритм, который мы использовали. Данным является это продукты Моррис. С помощью которых мы получаем и значение облачности, и физические параметры. Предложенный классификатор опирается на значение неосредственно построенных статистических моделей, применяемых характеристик облачности, позволяет распознавать 16 разновидностей облаков периода отсутствия снежного покрова и 12 типов облаков при наличии снежного покрова. Зацепка вероятности эквальной классификации 85% при отсутствии и 79% при наличии снежного покрова. Ну и следующий слой. Результат просекации отматривающих сигнатурно-средственных полос свидетельствует о том, что у нас в миоле преимущественно почевыми облаками, что у нас в социуме даже представлено. Наши почевые облака. Также мы видим о том, что температура и давление на верхних границах облаков практически одинаковы на всех полос, а высота на границе меняется на несколько сот метров. В этом следует отметить, что при падах температуры председающая поверхность у нас не наблюдается. Определение физических характеристик волнового процесса и выявление условий способностей от его генерации в основном на анализе аэрологических данных. Зная высоту верхней границы облаков, можно определить температуру воздуха, скорость направления лета, также потенциальная температура и относительная влажность. То есть они здесь показаны зеленые зеленых цветов. То есть поэтому мы анализируем профиль и осматриваем причин, мы получаем, что у нас наблюдается весная температура, присутствие застойное течение и наблюдается устойчивая сертификация. В этом можно сказать, что для каждого полученное значение осматриваемых параметров для каждой пази параллельной полосы и ободелив последние значения можно получить оттенки значений физических характеристик волнового процесса в методу, период и частоту. На данном слайде произведены сводная таблица параметров наблюдаемых причин на побежье в английском полуострове, который был ранен в виде снимок 23 апреля 2009 года. Здесь мы можем сказать, здесь получают наши холстистик и их значения и по их результатам можно сказать, что осматривать зимноту атмосферных внутренних пол находится на учительном удалении от источников генеации, стояния тухами, учительной радиус коленой полоски сквозь и стояние волны. Также учительное направление с постановлений облачных поведений, область возникновения лунового процесса находится в районе Мурского прорива, наличие достаточно высоких протяженных в год, В результате поддельной работы были разработаны методы и органиров восстановления характеристик атмосферных внутренних волн и их сигнатуру на основе использования спутников данных и результатов аэрологических измерений зонных видеопограммной системы. Получается в помощь результаты определения параметров полномерных процессов позволяет делать предположение точных причин источников сникновения волн. В перспективе будут использованы многолетние данные для различных регионов планеты, влечения же данных геострекционалов спутников способствуют оценке параметров сигнатуру волновых процессов динамики. Спасибо. Вопрос по-разному. Дам на одном из слайдов ближе к концу. Можно выносить нейро чего-то там? Не взяли. Что такое нейроны фазификаторы 2-мя-зет? Что такое фазификаторы? Поясните, пожалуйста. Фазификатор определения. У нас получается, что первое слайдное определение... Почему 2-зет? Фазификаторы и фазификаторы? Что это за слово такое? Я посещал фазификаторы. Ну, как-то сбивает с толку. Это опечатка или так и нужно? Вот я еще спрашиваю. Я посещала театру из 2-мя-зет фазификаторов. Ну, что это означает? Фазификаторы? Сам по себе, что означает? то есть, выделение нечеткости. А там еще антидинцидентов не произнесешь. Антидинцидентов. Взрослые. Вот эти вот. Ну, консекреты еще были непонятны. Антидинциденты. Антидинциденты. Это одно из понятий мненных стратегов. Ну, что это? Хотя бы намекните. Ну, те, которые поделяют. Да, это из английского языка. Английский антидинцидент. Это просто английский написан, да? Да. Понятно. Хотелось бы понять, о чем речь идет. Первое слово, просто перечисление. Антидинцидент. Антидинцидент. Ну, сначала мы подаем наши наборы признаков, которые мы вычисляем. Потом мы подаем им нечеткость по нашим физическим моделям по распределению. Первый слово, что делает? Еще раз. Это просто наш набор признаков, которые мы подаем на вход. Который, так сказать, по пяти гипотезам проверяется? Нет. Пять раз поделение, это у нас получается каждый признак, который мы подаем на вход. Мы подаем ему неопределенность, говорим, что он может иметь один из пяти, законов распределения. То есть, мы сами считаем каждый признак, мы для него находим распределение, то есть, статистическую модель. Мы говорим, что он может описаться с помощью плотности вероятности одного из этих законов. Это, допустим, на более чаще и чаще законы. Хорошо, понятно. Нормальный, объясните, применение нормального распределения. Относительно чего нормального? Вот у вас какой-то признак есть, да? У нас есть признак, которому... Ну, водозапас облаков. Да. Ну, ненормальное распределение точное. Нет, здесь мы считаем, что мы идем по нашей выборке. Вот у нас есть выборка нескольких фрагментов. Вы признаки анализируете только изображение, а не само параметры физических облаков? Мы находили... Мы находили... Мы решили по изображению значение признаков. Мы получаем выбор позже значений признаков и физических и текстурных. Для каждого из этих признаков мы находим с помощью катериков могу смену распределение, которое наиболее лучшим образом могу описывать. И граница это распределение у нас будет являться статистической моделью. То есть вот эти распределения полученные мы будем использовать в качестве фонда фиксификации нашего моделя. Но в распределении вы включаете область изображения, которая и безоблачные участки и облачные. Нет. А что? У нас получается... У нас сначально мы этой снимкой набираем много-много фрагментов с нашими волнами. У нас идет волн. Вот. По этим фрагментам мы уже высчитываем значение признаков. Волна она включает и безоблачные участки и облачные. Разная интенсивность разное количество облаков в подпихте волна полосатость явно неоднородных сил. Это уже результат. Завтра крутись. Я просто хочу понять по существу в нашем вот смотрите я о чем не говорю и вот опаска да ладно вот здесь кто-то облакает в том нет облачных влах может и то и другое попадает вы распределение по нему смотрите выделяю так сказать участочек вот такой или просто вдоль волны смотрите вдоль максимального количества облаков так получается по всему изображение по всему естественно ну да но я утверждаю что на самом деле распределение скорее всего степенное самое подходящее но просто мы осматриваем с помощью Катейкома Гула Смирнова поделим какая мелкая в связи с этим в Катейкома Гула Смирнова сравниваете с заданными распределениями степенное распределение увидишь что оно очень часто на гуле подходящее потому что у вас так сказать облачность наличие облачности не может быть отрицательного наличия облачности у вас всегда начинается безоблачное потом появление облачности у вас все распределения должны быть обрезаны по нулю то есть не симметричны я просто извините это в виде замечаний пожелания обратите на это внимание и в данном случае нормальное распределение очень плохо спасибо вы пояснили немножко а если у вас реальные распределения нет из списка из 5 которые я в этом спросил здесь поведено наиболее встречающе вообще мы рассматриваем 41 распределение из этого списка мы уже выбираем наиболее подходящее то есть мы не сами составляем функции а мы выбираем из уже существующих а если она вообще ну мы выбираем тот который наиболее лучший по критерии помогло смену мы одно из них выбираем да здесь проблема в другом все распределения нужно подбирать они так сказать не могут быть выше максимального значения и они ограничены нужно выбирать из множества ограниченных распределений по максимуму минимуму не так вероятно это на самом деле важно потому что это может вообще все поменять еще вопросы а если у вас в первом слое неправильно определил распределение то как дальше уже следующие слои ошибочно будут работать ведь у вас же что-либо сделать настройку первый слой должен правильно определить второй допустим пусть второй ошибки допустим после возникновения ошибки на каком-то слое то дальше уже работа идет на оранжевую ну это же модель ну вот модель мы модель поменяли мы ее как бы развиваем и начинаем модель она может привести к некоторым случаям с учетом ну мы над этим и будет спасибо хорошая работа колоссальная спасибо все хорошо